Здарова, всем продолжаем проходить мод сталкер вариант омега 2. Я спустился в подземку перед записью, потому что закончил, как вы помните, где-то здесь. Перебежал в подземку, потому что сейчас нам и нужно в подземку. Мы наконец вернулись к основному заданию. Операция бимба, собственно, да. И нам нужно искать здесь саму бимбу. Как я понял, она в чейновской части подземелий. Переход, куда находится, вот здесь. Но я бы сначала заглянул в тайник стрелка, потому что там по-любому есть какой-то лут. Мне он нужен. Да, теперь игру проходим на статике, поэтому привыкайте. Потому что что-то мод вообще на динамику не рассчитан. Рандомные вылеты, все такое прочее, неприятно. Так, что у нас по итогу здесь? Есть что-то, нет? Огненного шарика я не вижу. А, нет, вижу, подожди. Опа, сюда. В ящиках что? Ничего. Тут у нас тоже пусто, но есть зато коробочки стандартные, в которых имеются патроны. Лишнему что-то не будет. Аптечка, гранаты, все, берем. Патроны на пояс, потому что они у меня кончились. Ну и надеюсь, там на пути к бимбе будет не слишком тяжело. Ну, в плане не слишком много стрелять нужно будет, потому что патронов мне нет. Надеюсь, после бимбы я как-нибудь доберусь до какого-нибудь торговца и куплю. В остальном подземку вроде не особо смысл имеет лутать. Нам нужно именно вот сюда переходим. Так, я перешел. Нам тут сразу нужно спускаться вниз. И что у нас тут? Ну, пока что ничего и никого. Я приблизительно знаю, где находится бимба за одной из таких красных дверей. Вот. Но находится такая красная дверь, нужная нам, скорее всего, где-то в конце подземелья. Не, ну в чейн это начало подземелья было. Но тут, видите, мы наоборот, типа с конца бежим до начала. Пока что все довольно чистенько, никого нет. Вижу какой-то рюкзак со скелетом. Тут у нас армейская аптечка, пернач. Патроны к нему, гранаты, бинты. Ну, давай возьмем, учитывая, что... О, пусть будет вместо пока что Тозика. Ну, точнее, не Тозика, а БМ-16. Учитывая, что у нас... Что это такое? Это огромная крыса. Ёпта. Охренеть. Подожди, патрон на пояс. Короче, патронов у нас немного, поэтому... Это трындец. Что это такое? Что за трындец? Я убил ее? Нет. Вот теперь да. Охренеть, какая-то огромная крыса просто. Блядь. Крыски по пуле держат. Это трындец полный. Все, я уже патроны испарил. Вау, здорово. Что из тебя выпало-то хотя бы? Хвост крысо-волка. Забавно. Ну, все, ребят, я на жестком нуле. Иду дальше. Тут что-то будет. Оно даже не обыскивается. По идее, там тупик, да? Или нет? Ну, почти тупик. Я ожидал немного другой тупик. Ну, ладно. Нам в любом случае по лестнице надо. Так, кровотек. Что ж ты все не перестанешь досаждать мне, а? Вроде хп не тратится, но при этом экран все еще краснеет. О, еще один. Ну, еб твою мать. Зачем? Всем ББ, я левая. Охрененно. А их не задело, да? Я почти уверен в этом. Бегут? Ебать, нормально вы спустились. Да, бегут. Им вообще насрать. Но мне главное крысо-волку убить. Как же ему похер на крысо-волке. Граната прям об него взорвалась. Ему вообще насрать. Все, патронов нет, ребят. И тут патронов нет. Охрененно. В подземке без патронов. Ну, только я в такое говно мог вляпаться. Ладно, лови еще. Ему все еще насрать. Ты, блядь, что у тебя со здоровьем вообще? Я не понимаю. Это типа адекватный мутант? Нормально у него хп? Пойдет, да? Он об 4 гранаты взорвался. Ну, ладно. Одну я готов поставить под сомнение. Я ее кинул на лестнице кривовато. Вон сколько он с ножа, кстати, выдерживает. Нормально, да? Хороший мутант, здоровский. Просто какая-то крыса. Чуть пожирнее. Но хп у нее как, блядь, у псевдогиганта. Я не знаю. А то и меньше. Будет, наоборот, больше. В общем, в псевдогиганте меньше. Ну и что это? Наконец-то, ребят. С 25-го удара ножом я ее убил. Здоровский мутант, спасибо. Надо побольше, я считаю. А то что-то мало. Ну, один всего лишь, да? Ну, два уже. Я имею в виду, они по одиночке шастают. Надо, чтобы вот стая мутантов там вот. Как 10 крысок, да? Стайка такая. Вот только 10 крысоволков. Ну, а что? Нормально выйдет, я думаю. Хорошая идея. Тут что-то будет? Тут тоже будет рюкзачок. Который не обыскивается серьезно. То есть, разработчик добавил этот рюкзак, но забыл его вообще наполнить. Или, я не знаю, сделать обыскиваемым. Я-то думал, это суть этой подземки будет. Мы будем находить скелеты с рюкзаками разные. И там будет разный лут. Но, видимо, я ошибся. О, снорки. Не, ребят. У меня на вас патронов нет. Поэтому я пробегаю жестко. Мансуем. Благо, у меня выносливость бесконечная. Будем надеяться, что... Ладно, не будем надеяться. Ящики тут, которые с патронами и аптечками, к сожалению, вырезали. Ну, окей, мы спустились куда надо. Осталось найти нужную дверцу. О-о-о. О-о-о. Смотрите, у меня аж зависло. Это какой-то красный красаволк, да? А что зависло? Все, это вылет? Опять? Я же на статике. Что вам еще от меня надо? Ну да, походу, вылет. Отвратительно. Попытка номер два. Сейчас засейвимся. Вот вам лайфхак. Как сейвиться через консоли, при этом не терять игрового времени. На паузе это делайте. Ну, я это только что придумал, если честно. Я до этого не использовал. Так, надо как-то сноркой сейчас размансить. Здорово. Давай, прыгай. Опа, придурок. И давай ты прыгай. Опа, придурок. И еще больше придурков. Больше снорков. Еще больше снорков. Спасибо. Кровосос здесь еще имеется. Так, и тут мы находим вот эту шляпу. Лист. Лист бумаги с черепом. А теперь вопрос на засыпку. Как я отсюда выберусь? Тут у меня сейчас кровосос в жопу будет трахать. Ладно, подожди, подожди, подожди. Ебать, ребята. Куда вы против гения прете? Ну, кровосос, кстати, меня догонит, походу. Как я их размансил всех. А, блин. Ну, слушайте. Я, конечно, не хвастун, но таким я бы похвастался. Опа. А ну-ка, давай. Пошел нахер. И ты пошел нахер. Эээ. Ну, это уже читерство. Блядь, ну, серьезно? То есть еще... А, нет. Ладно, это не еще снорки. Это, короче, они с той большой комнаты за мной пошли. Я, кстати, когда перебегал перед записью на агропром, за мной собаки заагрились на этой забытой территории, забытом лесу неразведанной. И было кайфово. Ну, класс. Я не смогу отсюда выбраться пока что. Потому что там снорки ебаные. А что здесь? О, сюда-то они не смогут пройти. Хи-хи-хи-хи-хи. Так. Ой, что-то я екать начал. Потроши. Нормально. А что здесь? Что здесь сделали? Продлили, типа, подземку. А для чего? Это что-то будет вкусное в конце. Кроме патронов 9-18-х. Так, скелет. Без рюкзака жаль. Угу. Но вот эта хрень не обыскивается. Вопрос теперь другой. Смогу ли я сейчас залезть без проблем? Куда мне надо? Или нет? Ну, крыски сидят. Ну, хрен с крысками. Главное, чтобы снорки не мешали. Которые на лестнице. О, крыска залезла. А, ну. А, ну. А, ну. А, ну. А, ну. А, ну. Охуенно. Да, слушайте, здорово. И что мне делать? Ну, как вариант, опять пробежаться до конца. Загреть всех этих дебилов с собой. Все ко мне. Чмошники. Привет. Привет. Так, разворот. Здорово, ябланы. Привет. Блядь, еще один. Все, ББ. Нет, 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 крыса, не блочь. Нет, 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 блядь. Аптечку, убежать. Пошли нахуй. Ха-ха-ха. Сосать, мутанты. Куда вы лезете вообще? Такой бред в этой подземке происходит. Все потому, что мне патроны кончились. Надо было не страдать херней. И реально идти строго по сюжету. И потом зайти к Сидоровичу. Выполнить эту всю дрочь с лабиринтом. Хотя у этого есть и плюсы. Не придется дрочиться с лабиринтом в будущем. Это приятно. Осознавать. Так что все не так плохо. Так, листочек забрали. Все. Это пока что все, что нам нужно в этой подземке. Уходим. Доложить Воронину у нас задание. Сейчас побежим на склады армейские. Но это, кстати, попроще сделать. Без патронов. А, ну сейчас, кстати, через бар пройдем. Там, я думаю, продадимся, слэш, закупимся. Можно, кстати, сразу просто на лесенке. Точнее, подняться и выйти отсюда. А у меня тайник на интере есть. Прикольно. Все. Теперь жестко наслаждаемся бегом до бара. Деньги у меня вроде какие-то имеются. 53 тысячи. Правда, в баре особо-то и не продамся. Артефакт и вот это вот все. Мне кажется, это лучше до ученых дотерпеть. Хотя и хз, конечно, когда мы к ним попадем. Но, возможно, когда-нибудь попадем. Или может самому просто взять и сбегать к ученым. Да не, это долго, пипец. Я, конечно, не знаю, есть ли вот здесь переход. Фишка мода суперская. Переходы скрыты. Мораль, думайте сами, как говорится. Да, машины, конечно, не хватает в такие моменты. Но машина перестала ездить. Поэтому пришлось ее оставить. А новую я сомневаюсь, что нам дадут. Кстати, писали в комментариях, что экзоскелеты в этом моде... Ну, не то чтобы полный кал. Но, короче, их очень сложно нынче достать. И лучше купить какую-то там севу с увеличенным переносимым весом. Что-то такое. Я тебе даже говорю, а сам разраб это рекомендует. Вот, как-то так. Привет. О, кстати, почем? 750. Блин, да мне кажется, это вообще по-божески. Можно и прикупить. Почему бы и нет? Ну-ка, сейчас с остальными поговорю с сталкерами, если тут такие есть. Может, удастся реально через сталкеров патронов немножечко набрать. Тем более, они выглядят дешевыми. Ну, вот аптечка, конечно, не выглядит дешево. 5 тысяч, ебнешься. А вот пачка 5,45 за 750. Вот это реально хорошо. Ну-ка. О, сюда. Так это имбуля, реально. Сюда давай. Так, реально легко патроны доставать. Вот, у нас уже 90 патронов есть на ровном месте. За сколько? За 2,250 получается. Мы купили 90 патронов. Да, по идее, нормально. Не, ну, МБ, конечно, все-таки у торговцев подешевле. Но я в этом сомневаюсь. Выносливость что-то тратится на чела внезапно. Медленно, но тем не менее. Так, ну-ка, долговцы. У вас-то... Привет, что ты целишься? У вас-то по-любому есть патроны. Давай сюда. Потом сравним, сколько у бармана стоит. Если бармен продает их. Или у кого-нибудь еще. Ну, у любого торговца. Ну, вот медицина, да, медицина трындец. 5 тысяч аптечка, 500 рублей бинт. Вот я халявный бинт только что нашел. Нифига, вот тут вообще решили на растопашку открыть ворота, да? Выпилить их просто. Так, давайте тоже на пояс засунем. Ну, вот и все. Мы немного упакованы. Ну, конечно, перначе продам. Мне бы вообще первое вложение, которое я бы хотел намутить, это сайга. Сайга и куча дроби. Потому что БМ-16 это, конечно, неплохо. Но далеко с этим оружием не уедешь. Что тут делает снорк, я не знаю. Я его обойду, пожалуй. Тем более, кстати, со снорков не падает часть тел мутантов. Вообще не понял прикола, почему сделали то, что именно с каких-то только жестких мутантов падают части тела. Там стаи у кабанов, собак или еще кого-то. Реально, проще сбежать от них. Потому что ты просто потратишь на них патроны, а взамен ничего не получишь. То есть даже вонючий там хвост собаки за 250 рублей. Поэтому сражаться смысла тут вообще мало. С мутантами не крутыми. Так, всем здорово. Пойдем к бармену, посмотрим, че почем. Надо ему КПКшники продать. Слышь, а ты не разговариваешь вообще, да? Жаль. Что-то бар опустил, как только отсюда этот чувак ушел. Три человека тут все сидит. Здорово, торговля. Ну-ка. Да, смотрите, у бармена 1500 стоит. В два раза дороже, лол. Так, детекторы, короче, попродаю, наверное, да? Давай, держи. Дозиметр. Слушайте, да я не думаю, что дозиметр полезная штука на самом деле. Если у меня будет радиация, я это увижу по угасающему хп. Плюс у меня есть всякие артефакты на минус радиацию. Поэтому давайте сделаем так, что мы продадим. КПКшники сюда же и 10 тысяч у нас. Ну и вот артефакты, видите? Он по фиксированной цене покупает. А, даже не по фиксированной, просто по какой-то конченой цене. Вот. Можно ему книгу продать. Но я не знаю, хочу ли я это сейчас делать. Кто-то писал, что можно кому-то там сдать эту книгу. Но комментарий закончился Маракасовым Петрухи. Поэтому я этого человека автоматически проигнорировал. Уж извините, Маракасеры. Но это уже слишком далеко зашло. И это не очень смешно. Ну хотя, вроде, эту книгу действительно можно кому-то сдать. Но это вообще не скоро будет. Я вот не знаю, хочу ли я это таскать. Два с половиной килограмма. Я, кстати, даже не уверен, можно ли кому-то сдать. Подожди. Ладно, придержу, короче. Пофиг. Пусть будет. Хочет это? А вот не дам. Так, что у тебя продается? Вал. Дробь мне дай хотя бы. Что еще можем купить? В 5 и в 9 давай сделаем. Еще дроби купим. Я вот не знаю, где я хочу пока что... О, подожди. О, о, ребят, сайга за тридцатку. Берем? Думаю, берем. Сейчас по-любому скажут. Да блин, да ее можно было на халяву получить. За такой-то такой-то квест. За там подешевле. Ребят, мне нужна сайга здесь и сейчас. У меня есть деньги. У меня есть цель. Ну, точнее, не цель, а потребность, нужда. Вот. Я покупаю. На вот тебе еще боем в подарок. Потому что без сайги реально душно. Если ее там где-то потом выдадут, ну, замечательно. Продам. Ну, вот. Мое прохождение таково. Мой путь. Купить сайгу у бармена. Возможно, где-то подешевле, да. Но у меня сейчас нет ни желания, ни времени выяснять, что там где дешевле, где дороже. Когда что дадут. Мне нужна сайга right now. Так что мы ее берем. А, кстати, сайгу уже придется свапать с автоматом. Даээм. Это полный анлакис. Ну, ладно. Так, что, держи АПС. Ой, не АПС, а оперначь. Я путаю. Мне это уже без надобности. 4 тысячи. Ну, и книгу сложу. Блин, я не знаю, стоит ли в баре складывать все. Потому что, блин, часто ли мы здесь будем появляться. По идее, конечно, это такая центральная локация, да. Но, тем не менее. Не, не знаю, не знаю. Короче, сложно, сложно. Ладно, скинул сюда. Пусть лежит. Надеюсь, никто не сворует. Ничего не произойдет. Даже если его можно продать. Ну, продадим потом. Ну, точнее, я имею в виду, что ее никому нельзя будет сдать. И я на только на продажу. Не сейчас, так потом продадим. А, блин, я забыл, что у меня здесь метка эта дурацкая стоит. Я аж подумал, у меня тайник там выпал. Я его пропустил. Но нет, это всего лишь метка. Все, теперь бежим до Воронина. Сдаем ему вот этот смешной листочек вместо бимбы. Посмотрим, что он скажет. Я уже почти у нужной деревни. За холмом находится Воронин. Кстати, вы знали, что у меня сегодня 25-часовой день? Вот обычно день идет 24 часа, ну, сутки. А у меня сегодня 25. А все потому что часовой пояс меняется, ребят. Да, такие дела. Я теперь на час назад откачусь. Здарова. Как успехи, Кайдан? Есть что рассказать? Кое-что есть. Так, и что? И мы типа с тобой пойдем выйдем, как говорится, да? То есть ты боишься, что вот эти два чела, которые просто стоят АФК, смотрят друг на друга, что-то плохое сделают? Они даже... Они залагали, мне кажется, опять. Ну ладно. Хорошо, что они на проходе залагали. О, ты куда? Мы теперь в другое место пойдем выйдем? Или что, ты решил сменить лавочку? Ладно, допустим. Схрон пустой, генерал. Вот только листок с черепом нашел. Череп? Это же его знак. Теперь понятно, чем был вызван мятеж. Чей знак? Вы о ком говорите? Два года назад, а точнее в мае 2012-го, полковник Череп, самовольно со своим отрядом, покинул расположение базы и отправился вглубь зоны. Он был одним из посвященных в тайну и узнав, что вода ушла, наверное, добрался до объекта, оставив свой фирменный знак. По всей видимости, он все-таки решился осуществить тот безумный план. Но на складах в бою со свободой отряд был полностью уничтожен вместе со своим командиром. И возникает вопрос. Куда подевался контейнер? Неужели попал в Лукашу Круке? А, что я сказал, в Лукашу Круке? Ладно. Вот, Кайдан, возьмите. Я тут по вашей просьбе собрал весь материал по трупакам. И надо бы как-то выяснить судьбу этого чертового ящика. Спасибо, я постараюсь что-нибудь выяснить. Ну, а как насчет хакера? Ну, тут дело в том, что даже я не знаю точного местонахождения хакера. Когда надо что-то решить, он сам меня находит. Получается, что я спускался в преисподнюю для того, чтобы услышать от вас эту фразу? Я укажу вам того, кто знает, где его можно найти. Кто же этот загадочный информатор? Наш незаменимый и всезнающий Сахаров. Профессор с янтаря? Он самый. И это именно Сахаров свел меня с хакером. Понятно. Значит, придется и старину Сахарова навестить. Спасибо за помощь, генерал. Навестить Сахарова. Прямо сейчас? Или нет? Получи сведения о свободе. Угу. Так, документы по трупам. Документы по трупам сталкеров, погибших при невыясненных обстоятельствах. Использовать или что-то сделать не могу. А жаль. Ну, пойдем на базу к свободе. Поговорим с Лукашем, наверное. Здорово, мужик. Ты что тут стоишь? Дай патроны. Ну, еще один мужик. Привет. Ну, у тебя уже какие-то другие патроны. Цены на аптечки все такие же конченые. У обычных сталкеров. Аптечки, к слову, у меня кончились. Что-то вроде в начале медицины было много, а потом как-то все испарилось в какой-то момент. Но бинтов все еще дофига. Что, давайте вот этот полезный артефакт на пояс повесим, а? Я думаю, он нам поможет во всем. Здорово, мужики. Привет, сталкер. Чего хочешь? Привет. Я могу пройти? У меня срочный разговор к Лукашу имеется. Можешь пройти, но далеко идти нет необходимости. Лукаш здесь, рядом, на вышке. Ну и отлично. Только смотри без шуток. Намек понял? Здоров, здоров. 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 Это как военные. Доров. Только просто здоров. А на какой? На вот этой или на вот этой? На вот этой, наверное. Ты, Лукаш, походу. Приветствую. Здорово. А, старый знакомый. Настолько старый, что не сразу вспомнил. Ничего страшного, бывает. Как дела, Лукаш? Дела у прокурора, а у нас тут полный пипец. Видал, как долговцы нас обложили? Видел, только не понял, во имя чего все это. А че тут понимать? Этим конченным долговцам не нравится наша свобода, что мы плевать хотели на всякие условности и правила. Вот и пытаются они нас под себя подмять. Но нихрена у них не получится. Правда, уже вторая неделя пошла, как у нас перемирие наступило. Это хорошо, что перемирие. Только жаль, что вы не можете окончательно договориться. Лукаш, у меня есть к тебе вопрос о событиях двухлетней давности. Валяй. Помнишь, в мае 12-го здесь произошел бой с отрядом долговцев во главе с Черепом? Ха, еще как помню. Мы их тогда всех положили. Они же до этого из засады наш патруль перебили. Вот мои ребята должок ими вернули. А че это ты, Кайдан, интересуешься Черепом? Я ищу виновного в гибели ряда сталкеров за последнее время и в процессе расследования всплыл Череп. Так его уж два года как нет на этом свете. Какое он может иметь отношение к сегодняшним делам? А может, он с того света вернулся. Скажешь тоже. Хорошо, а где я могу Макса увидеть? На радаре он, у поворота на Припять. Там тоже противостояние с долгом и Макс держит рубеж. Радар так радар, спасибо. Ёпту-мопту радар. А проводник у вас тут есть, который меня за 2 рубля отведет на радар? Я, конечно, могу и сам сходить, но, блин. Как я понял, это где-то здесь, типа, да? Рубеж с долгом. Ладно, еще погуляю. Зайду к скряге, к шурупу, к повару. Здорово. Чего изволим? У тебя можно с наружением рожиться? За наличные все можно. И оружие имеется. Естественно. Блин, прикольно, я бы купил, если бы я встретил его раньше, чем Сайгу, но Сайга слишком МБВ. Кстати, дроп он дороже продает, да? Но выбора нет, надо взять. Не, есть выбор, конечно, мог 500 раз перезагрузиться у бармена, но как-то не хочется. О, шуруп, он уже здесь. Есть желание броню подлатать или с оружием непорядок? Все, в порядке, просто заскочил. Понятно, короче. Чистой техники и ничего большего. А с поваром что? А что со старым местом шурупа? Ничего, просто он тут теперь не стоит. Но Макса на месте точно нету. Он на радаре, нам уже сказали. О, нифига. А вот и проводник, кстати. На генераторе или восточную Припять. Какие у вас тут странные маршруты, если честно. Дай сюда. Прикольно, слушай. Свободовцы тут чилят, отдыхают. Че, хочу ли я еще патроны взять? Да возьму. Кайф, дай мне патроны свои. Скоро буду слагать легенде о сталкере, который ходит и у всех выкупает пачки 5,45 в количестве 30 штук за 750 рублей. Опа, халявные консервы своровали. Здорово, я смотрю, нормально устроился. Будем заказывать. Может, угостишь чем-нибудь вкусненьким? Скажешь тоже. Хотя, если для тебя тушенка с перловкой деликатес, то пожалуйста. Понятно. Ну, чисто чел торгует, да? Едой. Ничего интересного. Но прикольно, что повару тут такие изменения сделали. Так, ну все. Теперь я наконец-таки запакованный. Могу идти на радар. По идее. Ну, а делать нам нечего. Че, либо к Сахарову на янтарь, либо к Максу на радар. Ну, давайте уж дело со свободой закончим и пойдем к Максу на радар. Бежать, конечно, немало. Но разве у нас есть выбор? Дивога у меня выносливость заканчивается на 55 килограмм. Нормально вообще? Вы посмотрите, сколько у меня артефактов на выносливость и вообще всем насрать. Она все равно заканчивается как тварь. Ну ладно. Хотя, ну не как тварь, но все равно заканчивается. Я думал, все. У меня бесконечная выносливость. А нет. А вот теперь она бесконечная. А, нет, нет. Все, все. Просто как-то странно. То полоска тратится, то она как будто медленнее тратится, то быстрее. Странная фигня. Либо я шиз. Так, на барьере тут у нас халява некоторая. Заберем. Я так-то зашел у этого проведать. Кэпа. Но пока что наткнулся только на халяву. Патроны 939 выпали, да? Да. Ну, я их выброшу. Мне и так почти перевес. И вот эти выброшу. Эти пока оставлю. Вдруг пригодятся. Так, ну ладно. Извините. Я уже не буду выкупать сейчас пачки 545 за 750. Мне, в принципе, вот этого достаточно. Переходим. Итак, я на радаре. Тайники есть какие-нибудь у нас на радаре? Вроде нет. Ну и бежим теперь на самый север. Интересно, тут вообще кто-то будет? Или тут радар типа чистенький теперь? Ну, вроде никого нету. А вот халявные аптечки оставили. За что? Спасибо. Ой-ой-ой, там война какая-то. Привет, что сидим? Интересно, кто с кем? Походу с мутантами. С собаками. Ооо, загрызли мужика. Хочу ли я воевать кучей собак бесполезных ради одного трупа? Не уверен. Обойду, пожалуй. С леса еще собаки прут, слышу. Не-не, ребят. Я с собаками воевать не собираюсь. Но на меня, по-моему, загрелись все равно. Но одна, как минимум, загрелась. Остальные не знаю. Если за мной сейчас будет вся стая, за мной вся стая бежит. Вся пиздота. Если сейчас они будут за мной через всю локу бежать, я, конечно, буду смеяться. Потому что мне казалось, что мутанты, которые бегут через всю локу... А, все, не стали бежать. Ну, хорошо. А вот оно странно как-то. На некоторых локах они бегут за тобой до конца, на некоторых нет. Опять собаки. Что-то одни собаки кругом. Вот в лесу бежали за мной. Вообще через всю локу просто. С севера на юг. А тут отстали. Я думал, что мутанты, которые агрятся и бегут за тобой через всю локацию, остались где-то в 2012. Но иногда все-таки такая тема все еще просачивается. Так, мужик опять стоит АФК, не разговаривает. Понимаю. Короче, я смотрю, радар под свободой полностью, да? Ну, как почти полностью. Частично под собаками. Группировка собаки заняла половину радара. И активно противодействует свободе. Ну, а так, я смотрю, тут кругом свободовцы селят. Опа. А Макс не здесь. А я думал, что здесь. А где? Подожди. Ну, у поворота. А, ну, у поворота на Припять. Я подумал, прям у перехода на Припять. Значит, он где-то здесь. Я надеюсь. Потому что я слышал, что был какой-то баг в старых версиях с Максом. И он не появлялся. Но я уже вижу эту лысую голову, так что все в порядке. Привет. Макс, привет. Есть пять минут? Привет, Кайдан. Для тебя хоть 25. Не забыл, значит? Слушай, Макс. Говорят, что ты черепа пару лет назад завалил. Говорят, курдует. Тогда такая мясорубка была. Хрен поймешь, кто кого завалил. Если бы Меченый не помог, то еще неизвестно, чья бы взяла. А он с какого края нарисовался. Так он нас и навел на этих псов долговских. Они на его глазах патруль наш перебили и его убрать хотели. Чудом ушел и нас предупредил. Потом с нами в рейд на них ходил. Отчаянный парень был, хоть и совсем безбашенный. А ничего необычного долговцев не находили? Да нет, обыкновенные трофеи. Стволы и снаряга. Даже артов не было. А у них что-то должно было быть? Да. Железный контейнер красного цвета. Видать, в этом контейнере что-то ценное было, раз ты его ищешь. Какой-то очень редкий и очень ценный артефакт, как мне сказали. Понятно. Слушай, Кайдан, а может этот контейнер Меченый подобрал? А нам ничего не сказал? Вполне возможно и такое. Но где сейчас Меченый, только один бог знает. Думаю, что если он нашел контейнер, то вряд ли стал тащить его куда-то далеко. Скорее всего, снес к нашему торговцу. К скряге, что ли? Хм, надо с ним поговорить. Спасибо, Макс, за помощь. Думаю, еще свидимся. Заебись. Обожаю. Такой геймдизайн в модах, да? Поговорил здесь, отправили сюда. Две фразы ранил здесь, отправили сюда. Это мне напоминает квест на канистру в Тру Сталкере. Когда уже покидаешь кордон и в конце кордона встречаешь чела, а он тебя в деревню отправляет. Только тут, если честно, похуже. Ну, в плане тут, ну, считай через лок убежать. То есть ты и радар пробегаешь сверху вниз полностью, и тут сверху вниз. Тут еще и собаки одни кругом. Ребят, давайте. Без шалости, без глупостей. Я просто пробегу, а вы дальше будете сидеть и выть толпой. Так, подожди, мне нужно немножечко выносливости накопить. Все, бежим дальше. Собаки, не надо, не надо. Вот, что вы на меня бежите? Зачем? Вы же видите, я чувак в заре прокаченной. Сайгой, кстати, ее надо починить. Сайгой новенькая. Вам же кранты полные, если вы нападете. Вот оно вам надо? Неужели вы вообще не дорожите своей жизнью? Давайте, до связи. Ни хрена, у тебя громкое оружие. Жесткий отстрел пошел. Ну, удачи вам, ребят. Я так, мимо пробегал. Так, всем здорова, ребят. Я вернулся. Вижу, Скряга, что ты меня так и не узнал. А должен был узнать? Не помешало бы, так как у меня к тебе разговор есть. Я слушаю тебя, Кайдан. О, ха-ха, да я тебя сразу узнал, но решил поприкалываться. Прикались, блин. Давненько тебе ничего слышно не было. Ну, говори, что там у тебя. Да я и не думал, что мне снова придется в зоне побывать, но пришлось. Слушай, Скряга, тебе прозвище Череп о чем-нибудь говорит? Череп был один из лидеров долговцев. Так его давно завалили, как раз недалеко отсюда, на хуторе. Ты с Максом лучше поговори, он об этом больше знает. С ним я уже говорил, а он к тебе направил. Странно, о Черепе я и не особо в курсе. Речь сейчас пойдет не о Черепе, а о Меченом. Уже интересно. Меченый участвовал в том бою с отрядом Черепа, и есть предположение, что на месте боя он мог подобрать контейнер, который был у долговцев. И он мог принести его тебе на продажу. Можешь что-нибудь сказать на этот счет? Хм, что было в том контейнере? Скажем так, очень редкий и дорогой артефакт. Артефакт, так артефакт. Ладно, я кое-что вспомню, но взамен ты выполнишь мою просьбу. Если эта просьба равнозначна твоим сведениям. Равнозначно, не сомневайся. Хорошо, говори свою просьбу. Помоги одну загадку разгадать. Тут около двух лет назад, где-то за месяц до боя с отрядом Черепа, история странная произошла. Прибился к нам один парень, из-за барьера пришел. Вернее, приполз, чуть живой. В зоне, без ствола, без снаряги, представляешь? Как он там оказался? Зачем? Как выжигатель смог обойти, который тогда еще работал? Он не помнил. Но крыша у него конкретно поехала. Его так и прозвали психом. Так вот, в редкие минуты просветления, странные вещи он рассказывал. Молол что-то про концлагерь, лабораторию и опыты какие-то. Одним словом, бред нес. Понятно, на базе его побоялись оставить. Вот и отселили в сторожку на болоте, здесь недалеко. Там он никому не мешал. Но потом другой чокнутый объявился, меченый. Он и пристрелил психа. Зачем? Да кто его знает. Но дело не в этом. А в чем тогда? Видел я у паренька тетрадку с записями. Похоже, дневник его. Уж очень он ей дорожил и никому не показывал. А после его смерти тетрадь исчезла. Так может, ее тоже меченый прихватил? Да нет, не похоже. Макс, дружок меченого, проболтался, что тот с трупа только флешку какую-то забрал. Так что в схроне эта тетрадочка лежит. Ты бы сходил поискал, а я отблагодарю. Уж очень мне интересно, где он был и что видел. Уговорил, схожу поищу. Верю на слово. Потому слушай про контейнер. Вот ты говоришь, что в контейнере был ценный артефакт, но что-то не сходится. Так как он был очень тяжелый, и меченый еле приволок его ко мне. Он завернул контейнер в какую-то тряпку, но я рассмотрел, что тот был красного цвета. Точно, контейнер был красным. От него так вонило, что я даже не стал проверять его содержимое и сказал меченому, чтобы он убрал контейнер подальше. А куда он его мог деть, не знаешь? Отнести далеко, такую тяжесть в одиночку он бы не смог. Разве что кто-то помог ему. Тогда меченый с нашим поваром какие-то дела имел. Даже водку для него у меня покупал. Может он и знает чего. Придется с ним поговорить. Продай-ка мне скряга пару бутылочек для Славика. Так он уже несколько месяцев как капли в рот не берет. Однажды он так упился, что потом всех уверял, будто за ним настоящая смерть приходила. Но он уговорил ее дать ему еще один шанс на жизнь. Вот с тех пор и не пьет. Даже бар открыл в столовой. Ребятам наливает, а сам не-не. Чудеса да и только. Ну спасибо, с трезвым Славиком мне будет интереснее разговаривать. А за тетрадочку психа не беспокойся, найду. Хээ, не найду. Ладно, с чем. А где искать? В хате? Или где-то еще? Ладно, пойдем к повару. Как самочувствие, Славик? Хм, да нормально. Что-то вид у тебя неважный. Вид как вид. Говорят, что ты уже совсем не пьешь. Это правда? Тебе-то какое дело? А дело к тебе такое, поговорить надо. О чем? Не о чем, а о ком? Ты же здесь старожил. Допустим. Значит, меченого видел. Натурально. Как тебя сейчас? Вот и расскажи мне, какие ты с ним дела проворачивал. Да какие там дела? А что это ты меня допрашиваешь? Ты кто? Ну, Славик, что-то с твоей памятью стало. А билетера помнишь? Какого еще билетера? Который билеты продавал в кинотеатр. Так, ну я тут ни при чем. Это все он. Кто? Ну, билетер. А ты откуда про него знаешь? Ты мне сам рассказал еще пару лет назад. Неужели совсем не помнишь? Ладно, оставим билетера в покое. Ты мне о меченом расскажи. Так что рассказывать-то? Например, о чем с ним беседы вел? Ну, про жизнь говорили. Про оружие. Оружие? Да. Его тогда револьверный гранатомет интересовал. РГ-6. Еще про деревню расспрашивал. Про кровососовку. Он там потом семейку сосочей завалил. Вот с тех пор так и зовем. Ну, хорошо. А он просил, например, помочь ему. Было такое. Попросил меня оттащить тяжелый ящик в деревню. Ты знаешь, куда он его делал? Нет. Мы оттащили его только до окраины. Потом он сказал, что дальше сам, а я вернулся на базу. После этого ты с ним разговаривал? Где-то через полчаса меченый заскочил на минутку. Сказал, что ему надо к выжигателю прорываться и ушел. Больше я его не видел. Понятно. Возможно, что он там до сих пор лежит. Благодарю за прекрасную память, Слава. Всего хорошего. Найти бимбу. Понял, принял. То есть в деревне. Но сначала мы все-таки заглянем в домик сумасшедшего сталкера. Посмотрим, что там. Есть что или нет. Так, я добрался до домика. Сейчас посмотрим, что тут. Антират. И все. Ящик за ящиком. Пусто. Спальное место. Ага. Может, оно и не в доме вовсе? Ну, хотя, скорее всего, так оно и есть. Это я подумал, что в доме. А где? ХЗ. Короче, вот он, оказывается, где тайник. На повальном дереве. Так. Тут у нас полностью изговненная еда. С страшными названиями. Которые я не буду брать, скорее всего. Что происходит? О, Радиэйшн, походу. Да? Или что? Антират, принять срочно. Блин, я научную аптечку уже принял. А, или я от голода. От голода, походу. С чего у меня голод опять так резко напал? Что-то я даже не понял. Так, тетрадь психа. В тетради говорится о некой лаборатории, в которой проводились опыты по воздействию СВЧ-излучения на человека и разработке способов массового воздействия на население. И о множестве других экспериментов. Все это вместе объединено в проект Орфей. Также в дневнике упоминается Тремор, как один из участников преступных экспериментов. Отнести тетрадь с кряги. Так, радиация все-таки душа. Антират принимаем. И вроде все становится нормально. Консерву хаваем. Не знаю, кстати, есть ли здесь мины или их уже нет. Но я все еще обхожу по краешку на всякий случай. Я боюсь мин в сталкере. Не потому что они убивают, а потому что они взрываются внезапно. И это пугает. Я не люблю внезапные там всякие взрывы, выпрыгивания и прочее. Да вообще не люблю пугаться. У меня после испуга сразу начинается стадия ярости. Меня кто-то напугал. Я испугался. И через секунды две я уже злой. Да, надо бы, конечно, повешать что-то на минус пояс. Например, кристалл, который дает минус 30 за минус 18 выносливости. Но... А давайте, допустим, повешаем. Да, и что? Ну, вроде это не сильно бьет по выносливости. А нам минус радиация будет довольно приятная. Ну что, скряга, нашел я заветную тетрадочку. Правда, она немного подпортилась. Но прочесть вполне можно. Так, давай тетрадочку. Чего тянешь? Вот она, держи. Только сейчас же прочитай. Хорошо. Ну, что скажешь? Хм, проект Орфей. Невероятно. Бред какой-то. Вот это да, неужели это все правда? Кто же его знает? В этой тетрадочке все-таки псих писал. Ну и дела. Что ты намерен делать с тетрадкой? Даже не знаю пока. Здесь упоминается некто Тремор. Вроде я раньше слышал о нем, но пока не могу вспомнить, кто это. Я знал одного Тремора с Затона. Еще тогда, в мой прошлый визит. Тоже был не совсем нормальным. Уединился от людей в пещере и грехи замаливал. Точно, вспомнил. Он был медиком на Скадовске, но потом куда-то исчез. Выходит, что в пещере спрятался. Слушай, Кайдан, так может ты отыщешь этого Тремора и узнаешь у него все подробности проекта Орфей? Считай, что я тебя нанимаю для этого дела и хорошо заплачу. Звучит заманчиво. Значит, согласен. Согласен. Займусь я этим делом, но ты выдашь мне аванс в 10 тысяч и еще 20 после выполнения задания. Но это, с наличными сейчас туговато, может снаряга возьмешь? Ну вот и выходит, что Скряга, он и в Африке Скряга. Неужели так плохо дела идут? Последние несколько месяцев совсем плохо. Вот как долг попер на нас, так и торговля упала. Мне тоже не резон лишний вес на себе таскать. Давай сделаем так. Половину даешь наличными, остальное снарягой. Идет. Держи 5 тысяч и в придачу это. Вот теперь порядок, жди меня с известиями. 5 тысяч, 5 антирадов, 5 аптечек, 10 ментов, пустой рюкзак. О, кста. Пустой рюкзак нам пригодится. Я на перевесе. Анлак, что делать? Что продать? Ну ты, конечно, тоже по конченному цену покупаешь. Она, короче, заберите патроны, они мне не вряд ли когда-то пригодятся. Рюкзак нам сейчас пригодится, потому что мы пойдем тягать бимбу ебаную. Вот. Она, как мы помним, весит 40 килограмм. Мы можем до 60 таскать. То есть нам нужно разгрузиться сейчас в рюкзак. Сирануть чисто. Чтобы у нас переносимый вес был меньше 20. При всем при этом, я хочу утащить с собой вот это вот все. Потому что я знаю, что мы пойдем в сторону янтаря. Я бы хотел все это продать сразу. Но, не знаю, мне кажется, я слишком охренел. С другой стороны, со стволами... Хотя, блин, мне еще вот это вот на поясе надо будет все унести. Кстати, так у меня же морскую ешь на минус радиацию все это время был. Подожди. Что, мне не защитило, что ли? Ладно, кристалл тогда пока сниму, потому что мне выносливо сейчас важнее будет. Даже каждая единичка. Ой, короче, не знаю, как мы сейчас разгрузимся, посмотрим. Но хотелось бы утащить с собой ценности всякие. Чтобы два раза к Сахарову не бегать. Хотя, возможно, все равно придется. Нам и не вы, придется возвращаться в этот домик за снаряжением, которое мы сюда скинем. А скинем мы сюда многое. Ибо у меня сейчас с собой почти 60 килограмм. И, типа, мне нужно избавиться от 40. Это, то есть, ну, 60% снаряжения моего, грубо говоря, практически. Или если не 65, то и 70. Считать не умею, сори. Так, короче, бимба в этом доме находится, как я знаю. И находится она где-то, а где конкретно, не знаю. Или не в этом доме. Но нам сказали, на окраине. На окраине есть всего несколько. Либо вот этот домик, кстати. Короче, я точно знаю, что это какой-то разрушенный домик. Значит, здесь, наверное. Ни хрена себе, а что он левитирует. А, вон и бимба, кстати. Я ее вижу. Вот она. Вот он, этот ящик. Ну, типа, допустим, я его подберу. И все. Я обосран. 99 килограмм у меня. Вес 40 килограмм. Портативная ядерная бомба. Опытный образец изделия номер 00162. Разрабатывался специально для отряда вымпел. Короче, используем рюкзак. И жестко разгружаемся. Не, ну вот эту херню я точно скину. Она 500 рублей всего стоит. Молодец, Кайдан. Ты все-таки нашел изделие. Теперь иди к переходу в бар. И жди там гостей. Контейнер передашь им. Ой, бля. Не, ладно. Придется вот это вот все пос... Хотя оно мало весит, слушайте. Артефакты тоже не слишком много. Ладно, допустим, я избавлюсь от сайги и дроби полностью. Патроны поскидываю. А, да не, не. Забейте, смотрите. Я так мало разгрузил. Короче, оставлю калаш и капельку патронов к нему. Вот так сделаем. Часть тел мутантов, к сожалению, разгружаем. Артефакты все, кроме на выносливость тоже. Даже на минус раду скинем. 73. Вот это держи. Вот это держи. Вот это держи. Бинтов куча. Аптечки. Две. Оставим. Таблетки. Да, слушайте, все равно не помещается. Почему мне, может без комбеза пойти налегке? Но я тогда вообще уязвимый пипец буду. Ну давай, ладно. Тогда взамен что мы возьмем? Что-то с собой надо взять. Побольше патронов тогда возьмем. Побольше аптечек, антирадов и энергетики на всякий. Не знаю, зачем, на всякий. Все, погнали. Без комбеза, голожопые. Патроны на пояс и погнали. Потому что по-любому пригодятся патроны. Нифига. Даже под поясом на выносливость, под энергетиком, у меня все равно тратится выносливость в прибеге. Ну, все, она немного, конечно, но тем не менее. Ну, я вижу, как там эта полоска отчаянно пытается заполниться, все-таки зарегениться, но не получается. Так, что он же сюда сказал прийти, да? Где что он сказал, подожди? Теперь идите к переходу в бар и ждите там гостей. Я у перехода в бар, ну почти. А, вон гости. А, вон они идут. Ну, давайте с ними побазарим. Привет. А, я пока не могу, подожди. Подождем их немного тогда, а то меня назад откидывает. Ну, пусть они дойдут до места назначения и мы с ними поговорим, чтобы не тревожить их на ходу. Тем более, вдруг они на ходу не заговорят. Ну, вроде остановились. С кем базарить? С тобой? Что можешь, интересно рассказать? А, вот. Здорово, бойцы, быстро вы. Старались. Груз при тебе, конечно. Так, давай быстрее, время не ждет. А сказать, что надо? Ты что, издеваешься? Ладно, не кипятись. Вот он, контейнер. Так бы сразу, а то... Счастливого, мужики. А я к Воронину. Чего, блядь? Не понял. А не с эмками, кстати, слышь? Че-то долго все, по-моему, не с эмками ходят, не? Ебать, это какая-то подстава, я понял. А как мне... Что мне делать? С кем мне говорить? Вот с тобой, да? Подожди, ты так удобно встал. Я сейчас за деревом ансену жестко от вас. Да, блядь, ну... Ммм, какой бред. Они становятся врагами, но при этом, когда я, типа, нажимаю последнюю фразу, мы не выходим из диалога, мы, блядь, остаемся в нем, чтобы спросить, что можешь интересного рассказать. О, слышь, подожди. О, я отдал им контейнеры, они не стали врагами. Это что значит? Это я могу начать атаку первой? Давайте попробуем. Ну, еще у меня сейф отдельный есть. Если это так не работает, мы переиграем. Ебал это задание, блядь. Я попытался сейчас без записи его пройти, но у меня нихера не получается. Я даже сложность до новичка понизил. Уже были такие моменты в бодах, я помню, фотографии, еще где-то, что тоже такие конченные моменты были, когда, типа, ты оказываешься в упор к врагу, и он тебя ваншотит. Новичок тогда помогал. Здесь он не помогает, если что, чтобы... А, я понял. У меня не переставляется сложность. Или в чем дело? Подожди. Вот, овичок. Я овичок. Вы видите, блядь, мне просто въебут одну пулю, и я умираю сразу. Что я должен делать? Как я до... Блядь, а заранее, причем, их убить нельзя. Ну, типа, даже не то, что заранее, я им отдал контейнер, все. Но я сделал так, что мы не стали врагами. И при таком случае вылетает. Охуенно, спасибо. Это пиздец какой-то. Я ебал рот. Ну, ладно, я без комбеза, кстати. Вот, что роль играет на самом-то деле. Ну, а, блядь, интересно, а что мне тогда нужно было с собой взять, если я не могу с комбезом идти? Я тогда артефактов лишаюсь. А артефакты очень важны. Честно, вот вы нахуй пойдете, типа... А что? А говорить не хочется, да, сразу? Ладно, у меня есть супер-обузная темка. Сейчас, короче, готовьтесь. Ну, во-первых, еще надо похилиться, да. Справедливость ради, здоровья у меня все-таки маловато. Сложность какая, новичок стоит, давай вернем. Не будем обузить, так уж и быть. Так, сейчас, короче, захилимся. И я сейчас, знаете, что сделаю? Подождите, я даун. Я не забыл кое-что сделать сейчас. Я выкину перед ними контейнер, схожу в тайник, возьму комбезу Ну, и сделаю так, что, короче, я буду с ними стоять в рейнже диалога, но уже в комбезе. Как вам такая темка? Хотя, конечно, комбез не настолько круто защищает, но... Надеюсь, короче, они не подберут его. Я сейчас быстренько сгоняю. Интересно, разработчик специально сделал вылет? Вот, в той ситуации, когда я их убиваю. Или это все-таки... Случайно. Потому что, если специально, то это пиздец коварно. У меня всегда была идея сделать мод. Назвать его как-то там, не знаю. Этот, ну, я уже вроде рассказывал это когда-то, эту идею. Но расскажу еще раз, если рассказывал. Если нет, то будете знать. У меня всегда была мысль сделать мод. Ну, какой-то короткометражный. И, типа, сделать мод с названием, там, не знаю, худший мод. Или этот мод тебя выбесит, там, и так далее. И просто сделать, ну, добавить в него все самое хреновое, что можно встретить в модах на сталкер. Огромное количество беготни. Низкая выносливость. Все тебя будут ваншотить. Ты будешь там с 20 пуль всех убивать. Какие-нибудь специальные скриптовые вылеты. Хреновую оптимизацию. Там, я не знаю, невидимые аномалии. Болты, которые надо покупать. Сумасшедшие цены. Вообще, вот, самый конченый мод сделать. Ну, причем сделать это специально. Потому что, как правило, какие-то конченые моменты в модах, они получаются либо не специально, либо, ну, разработчик просто, ну, короче, вот он так видит, как говорится, да. А вот у меня была идея прям сделать максимально конченый мод. И специально это продумать. Вот. Так, а с кем мне базарить? Ну, он тем с мужиком, да? В балаклаве. Так, комбез, значит, я выкидываю сюда. Контейнер подбираю. Комбез я, собственно, тоже подбираю. И мы с тобой говорим. Ну, что ж, сейв 14 делаем. Охуенно. Охуенно. Я принял аптечку и принял ислам. Ну, я принял аптечку и не могу стрелять. Ну, слушайте, мне повезло, что они довольно много промахивались сейчас. Во! Вот сейчас нормально вышло. Блядь, самое забавное, что я придумывал вот этот абуз с комбезом, да? И прошел именно в тот трай, когда они вообще по мне ни разу не попали. Они же мне вообще ни одного хита не дали. Пиздец. Такая вот справедливость, как говорится. С жишкой, мужик. Бля, ну мне этот контейнер сейчас опять тащить. Ёбаный в рот. Ой, ёб твою мать. О, ничего себе. О, еще один спальный мешок, но я не буду брать. Что там? Кайдан, отряд постный к тебе попал в засаду. Ведет бой. На бар дорога перекрыта. Попробуй пробиться на интерь через АТП и Мертвый город. Там мои бойцы бункер охраняют. Поговори с их командиром. Он скажет, кому передать контейнер. Ну, это мы будем делать уже в следующей серии. Сейчас я отнесу комбез в нычку. И лут подобранный тоже отнесу в нычку. И вернусь за контейнером. Побежим опять без комбеза. Дамы и господа. Обязательно подписывайтесь на канал. Прожимайте уведомления, чтобы не пропустить следующие серии варианта Пепеги 2. Вступайте в группу, зайдите в телегу. Все есть в описании. В описании есть также ссылка на плейлист. Если вы не смотрели прошлую серию, обязательно гляньте их. А также ссылка на бусте, где выходит эксклюзивное видео по сталкеру. И не только. Так, вроде все скинул. Буду благодарен всем, кто подпишется, поддержит. Сейчас последний штрих. Бежим за контейнером. Кстати, можно было... Что-то я тупанул. Можно было спальный мешок на 2 килограмма выложить. Ну ладно, пусть он будет со мной. Тем более, что мне сейчас нужно будет поспать. Давайте поспим. А, здесь энергетика еще не закончилась. Unlock. Все темнее и темнее, да? Вообще отвратно. Ничего не видно. На статике уж тем... Блядь. На статике уж тем более, хотел я сказать. Ой-ой-ой. Что это такое? Какая радиация? Не надо? Что, я роды нахватался? Да, у меня здоровье кончается. Научную аптечку применяем тогда. Не зря я их с собой взял. Блин, проголодался. А еда-то вся в тайнике осталась. Жопа. Ладно, мы все равно... Так, контейнер никуда не пропал. На месте. А, вот у него есть хавчик. Все, даже пробегать никуда не надо. Все, прощаемся. Всем спасибо. Все свободны, ребят. Будем нести контейнер уже в следующей серии. Всем пока.